Золотая осень пришла в наш город. Ярмарка с таким звучным названием проходит ежегодно. Большинство гродницев предпочитают приобрести фрукты и овощи, мед и другие товары сельскохозяйственной отрасли именно на этой ярмарке. Однако, к нашему удивлению, самые длинные очереди стояли не за картофелем, капустой или луком, а за саженцами. Привезли мы саженцы. Есть все, что можно кушать. Есть и яблоня, и груша, и слива, и черешня, и вишня есть. Разные сорта. Что берут? Ну, берут все, можно сказать, понемногу. Кому что, говорится, надо. Можно сказать, что больше всего берут сегодня груши, спрашивают, интересуются. Берут также и сливу берут, и вишню спрашивают. Ну, кому что надо. Цены на саженцы, приемлемые яблоньку, можно было приобрести за 60 тысяч рублей, за сливу, грушу или вишню просили до 100 тысяч. А вот что касается капусты, картофеля или того же лука, то во многих магазинах цены либо такие же, либо даже чуть ниже. Однако, многие приходят на ярмарку не для того, чтобы сэкономить, а чтобы приобрести все необходимое в одном месте. Первый раз закупаю на даче. Ассортимент хватает? Груша, две яблони, слива. Взяли капусту, взяли лук. Ну, довольно. Сейчас спешим на дачу. Лучше тут свежее взять, чем то, что залежало уже подвямшую. Кроме того, что на ярмарке можно было приобрести все необходимые на зиму овощи и фрукты, многие с детьми просто гуляли. Ведь почти каждая торговая площадка была украшена в осенней тематике. Так что удовольствие двойное. И запасы пополнили, и время приятно провели. Юлия Броско, Юрий Дубовик. Новости Гродно+.